Что вы, бедолаги? Думали облапошу вас? Ладно, сегодня я наконец расскажу вам о самой главной мразе русскоязычного твича. Итак, встречайте. Вы думали, что буду я? Но нет, там Слава Бустер. Знакомьтесь, Слава Бустер, он же полковник Бустеренко, он же Вячеслав Андреевич Леонтьев. ТОП-1 на Твиче, звезда Ютуба твоего Спотифая маминого сердечка. Человек с плохим зрением и дистальным прикусом, предпочитающий становиться... Пять умные слова пошли. Что такое дистальный прикус? А чё он так быстро говорит? Погоди, чё-то у меня... Я тоже чё-то не успеваю, погоди. 0,75 нормально будет для него? ...везда, где он появляется. Вот почему? Почему, если я ускоряю видео, оно звучит нормально, но если я его замедляю, оно... ...становится сразу, ну... ...поэтому и в этом... ...и пердёж какой-то, б***ь. Ну, как смотреть, б***ь? ...будет лучшим. Правда, среди худших. А я чё-то прям на эмоциях, понял? Я не знаю, я вообще жалко кайфанул с этой победкой. Пора узнать, кто победил, а кто ошибся. Так что, если ты не понимаешь, о чём здесь идёт речь, будь добр, прояви капельку уважения к своей... А, там можно в настройках ещё, б***ь, сделать. А где? Не знал. Ёбнутый! Серьёзно! ...и матушке, отцу, сыну и святому духу, и посмотри сначала первую часть этого великого эпоса, а потом уже возвращайся сюда. Для всех же остальных, кто уже устал слышать этот рэп-гат на минималках, мы сбавляем темп... Охуительно! 0.9? Это просто шедеврально, б***ь. Начинаем. Раунд! А я один не знал эту х***ю, что можно вот тут поставить кастомную скорость, б***ь, нажав на кнопку «Другая». Можно же вообще 0.1 поставить тогда во всякие важные моменты, если на ютубе чё-то просмотрел, ну вы поняли, пацаны. Там 0.1 поставил и покадрово. Не, ну я вообще привык покадрово вот так, стрелочки, б***ь. Ну, нормальная анимация получилась. Наебал! Второй раунд, Оксимирон, поехали. Ей. Кто-то пишет, что я б***ь в классе для, ну, умных был, короче, отдельно. ...дереватива в виде алиментов ушёл из семьи. Осознавая простую истину, что лёгкому жить легко, а тяжёлому тяжело, он лелеял мечту стать популярным и богатым киберспортсменом, чтобы наконец вырваться из поглощающей нищеты. И пока его друзья проживали свою скучную человеческую жизнь, мешали себе водку с адреналином на вписках в попытках найти себе целомудренную спутницу жизни, Слава жаждал лишь одного. Ну, я сделаю так, чтобы я говорю, я всегда говорю, что киберспорт и бустер будет вот просто вот равно, на чём равно будет. Но жизнь слаба в математике, а поэтому волей судьбы после победы на очередном мелком турнире по Фортнайту он с вырученных денег покупает себе компьютер, с которым... Чего там жопа какая-то голая, б***ь? Чья это, б***ь, задница, б***ь? Это ж не... это на... это не давний ролик или это давний ролик? Не, судя по столу, это давний ролик. А значит, это Катюхина, наверное, нарисовано. МБ. Но я не уверен. Всех приветствую. В качестве контента для стримов, вы никогда не догадаетесь, Слава выбрал по большей части именно игры. Но если бы всё было так просто, мы бы здесь сегодня не собрались. Я не слишком далеко от своих братьев по разуму. Слава в лучших традициях уголовного кодекса и любого популярного продавца воздуха, помимо игрового контента, очень любит раздавать важные жизненные советы. Парочку, парочку наставлений к вам, естественно, без этого никуда. Тут все сидят за его мнением. Я не могу, я не... Я не могу поставить один икс, потому что мой мозг не успевает обрабатывать информацию. Я вам серьёзно говорю, мне не очень нравятся люди, которые очень быстро говорят. Потому что, ну, то ли дело я какой-то ебаный, то ли этот чел как под спидами разговаривает. А, у меня 0... погоди, 0,85? А чё она снизилась? Не, 0,9. Просто скажешь, что она снизилась. Просто я вот, блядь, постоянно... Макс очень стинк любит. Я говорю, Макс, вот то же самое сначала, но помедленней. Я потому что анализирую каждое слово. Вот так, оно у меня там произносится, я предложение у себя в голове складываю, понимаю смысл. А если быстро говорить, я начинаю теряться. Ну, вот это моя особенность. Поэтому я не могу, ну, соответственно, быструю речь воспринимать. Ждут пока он спизданет чё-то умное. А он только рад стараться. Бля, он, кстати, помедленнее стал говорить, реально, вот этот факт надо. Нужны умные мысли? Пожалуйста. Слушай, ну, на самом деле, каждая мама достойна, так сказать, части. Блядь, пи***. И только мама, больше никто нахуй, блядь. Пиздец, аж трясёт, парни, я ебу. Цените, мать, пожалуйста. Высоконравственные нравоучения? Получите. Бесмогуешь, там, Катя, это... Чё, блядь. Чё за хуйня? Происходит, я пробел зажал, блядь. Но все люди личности и так далее. Жечь это, ну, это личность, это человек. Мужчины это личность, это человек. Каждому обделённому обездольному... Чё, серьёзно? С пробел зажать-то ускорение будет? ...неполноценному... Я ебал. Бартанчик, балуешься вот этой хуйнюшкой? Так что топырьте свои ушки посильнее, откройте ротик пошире. Как вам? Меломаны, как вам? Как вам категории? ...впитывайте. Бартанчик, балуешься вот этой хуйнюшкой, да? Вот этой, вот этой любят. Ну да, я люблю это, я честно скажу. Я от этого умру, наверное, или какой-нибудь рак заработаю. Но это, в принципе, меня не останавливает, поэтому... ...пососать. А если взорвалось? Пошло на меня, охуеть! Не кури эту залупу, блядь, братан. Блядь, займись спортом, ты за ебал, езжай! ...контент, братишка. Не, одобряю. Вот реально. Спасибо за такие неочевидные мысли, Слав. Желаю, чтобы каждое утро тебя девушка будила минетом, а мать, породившая такое чудо, жила вечно. Я не знаю, просто для меня, типа, вот, роднее и ближе человека, чем мама, нет. Ну, знаете, в чем проблема? Когда дело доходит до дела, все эти великие цитаты резко перестают работать. Я очень много переосмешиваю, очень с ней пиздец, сколько я вам сейчас скажу. У меня очень сильно мышление изменилось, я в каких-то местах поменялся. Знаешь, что есть у любого нормального пацана? Пизда твоей мамы. Ну да, мать-то не твоя, значит, и ценить ее можно по-особенному. Если видос полная хуйня будет, тебе вопрос к ней, это так же инстаграм внизу, блядь. Прям вонючих хуйня, знаешь, блядь, со смеками накидайте, блядь, чтобы там, ну, куски с первой прям. У тебя ролик закончится тебе на свадь, блядь, на брови нахуй. И девушка, которая из человека прямоходящего становится захарканной раковиной, которую можно обхаркать и накончать. Я помню еще это утро, это было прекрасное утро, тогда бабушка мне... Ну-ка сбегай на кухню, сучка, отлитку мне, блядь, разорей. Ты ехерелся? Блядь, я каждый раз с этой хуйня ору, блядь. Мысли-то максимально простые, а вот следовать им нереально сложно. Поэтому этот цинк философии, будучи недальновидным одноклеточным приматом, наплевав на здравый смысл, выявляя свое истинное нутро, противоречит в каждом своем действии, каждому своему мудрому слову. У всего, у всего есть своя цена, ну просто есть, допустим, какие-то принципы, которые я не готов перешагнуть. Да, как вы уже могли заметить, большинство из того, что вырывается из этого поганого ртапа, заимствовано либо из пацанских цитатников, либо от его более одухотворенных товарищей по разу. Так, я-то, вот, причина хейта, я, блядь, не понимаю, за что, нахуй, сейчас, вот, просто что? Ну, типа, противоречие, почему, блядь, противоречие, нахуй, я вот этого не понимаю. Все продается и покупается, ну, опять же, предел есть всему, понял? Да, блядь, ай, блядь, ой, ногу свело, я понял, кто это, что это за ролик, все, я понял, я вспомнил этого типа, голос-то, знакомый просто. Все продается, ну да, вот тут, на самом деле, Зубарев тоже сказал, конечно, все продается, но есть какой-то предел, ну, то есть, так если все продается, значит, предела нет. Я продажу. Значит, все-таки не все продается. Я хуйня, та еще продажная, блядь, но есть принципы, через которые я не переступлю. Ожравшись, но не переварившись, он без остановки рогает цитатами о том, как правильно жить, даже не понимая, что если не соответствует тому, что ты несешь, кроме как представитель. Народа 404 тебя назвать не блядь. Ну в умелых губах а член влейта, а значит наш глупый крысолов продолжит завораживать своих маленьких крысят, обрекая их на такой же уровень развития, как и у их хозяина. кто этот канал ведет это легенда и у тебя должно быть миллион подписчиков какой же это и будь ничего приятнее признание от вас за проделанную работу спасибо всем тут нет подписывался оставлял комментарии поддерживал мои ролики деньгой спасибо большое фенрир но мы продолжаем а меня оставили я хочу типа мыть мотивировать людей за чтобы они смотрели заряжались энергии возможно там чему-то нового прикасались в этой жизни зачем еще идти в этот бизнес если не мир спасать этот тренер личностного роста вниз после таких лицемерных панч иначе как лол не воспринимается поэтому любая из его реально нетривиальных мыслей воспринимается только так а как же мама это вообще-то это настолько неважно ты должен делать то что тебе по кайфу вы экономите мам блять но не экономите деньги блять говори всегда жизни нет долбоёб на да ну уберите это блять девчонка нет позвали пацаны к новое место нет позвали хоть позаниматься блять на самокатах покататься нет 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 все эти постоянные уроки морали и нравственности оставляют ебаные послевкусие поэтому предлагаю поговорить и контенте славы наш капрал клитер успел наследить не только на твиче с приходом колоссальный капрал клитер чё за хуй популярности за счет его неподражаемой харизмы и дружбы со всеми подряд они то лучше реально спасибо я к тебе очень хорошо отношусь на самом деле естественно ну конечно исключительно ради самой настоящей дружбы респектулечки залетающие в твое сердце и уважение они для получения большего famous имен его известных друзей блять люди знаете как люди заряжают энергией я вам честно скажу блять побывав полгода в бане и не сумев умереть свой неебический творческий потанцевал это круто то что у меня на самом деле много возможностей я чувствую знаю что я чё-то но это слова губы накачал чтобы не пробую а золотая греет душу да тоже она youtube на свой нет но вот не задача на youtube снимать это тебе не на твиче игру в кс запустить тут думать надо игру придумай видео запиши ролик смонтируй собачку покорми еще и превью нарисуй вы чё там совсем ухуели слова конечно дыровитый но не настолько же но все в этой жизни решается когда ты богат талантлив и хитер и если оператора с монтажером можно купить за пару патчек леса скрабом то вот с идеей для контента будет посложнее но нашему гению тактики и креатива идеи не занимать а поэтому из всех возможных он выбрал самую проверенную и точную ту которая работала испокон веков и продолжает это дело до сих пор большинство сейчас начнется вот это вот кто последний насрет штаны этого это типа ну это все что уже много раз было не воруй как художник пизди как слава бустер вооружившись оптикой наметанным глазом выискивая по запаху страха и успех пока весь забугорный контент не будет найдено адаптировано показатель успеха в его крови не достигнет нужных показателей допустим если мы берем челлендж это главное слово челлендж это что он передается от одного человека к другому этому смысл челленджа 20 девушек висе янчик как дау сайдманов здорово 24 часа в маленькой комнате суперстаз мне скинул сказал прикольно снимать кто больше наберет подписчиков тик-ток до скота западного канал давно очень обрекая своих зрителей на аттракцион невиданной щедрости виде смеху очков и челленджи приятным вечером после тяжелого дня состоящего из зоров училки по физике и норовоучения от мамы он не видит в этом ничего зазорного не ну а чё все же так делают сейчас это норма я кайцена сегодня буду я у него полностью спиздил полностью вообще от и до шоу все слезал а кто не слизывает запада братишь к музыке мак ты тоже в тюрьму поедешь и вообще много похоже круто 7 но ты будешь реальными языками там сидеть и хромосом в организме славы ему подобных 47 а поэтому воровать не стыдно все же уже придуманы и заезжено я че точнее я говорю вчера пытался составить список идей на стримы мне кажется все так так такой уже типа по тысячу раз сделаны и заезженный вот только стыдно потом рассказывайте какой-то уникальности формула простая просто какая-то уникальными знаешь то есть как как во всем то есть никому нахуй нужен второй кто-то делал что-то свое и все умные слова славы опять плохо коррелирует с делом этот божий одуванчик который сдуло ветром рассказывая формуле успеха почему-то сам чурается ее использовать а какой уникальности будет рассказывать это калька на все подряд мне просто хочется понять где в этом ты ну это наверно тот же самый ответ будет челленджем да ты заебал для человека который так часто затыкать любой вопрос об индивидуальности и оригинальности словом челлендж у тебя подозрительно мало таковых на канале а чем отличается челлендж в тик токе от челленджа в ютубе тем что тик ток снимается за число в челлендж и там и там одинаково придумал кто-то танец все его повторяют но по-своему если ты хочешь какие-то новаторские идеи ты просто ну типа я не знаю это нигде это не найдешь вообще даже все американцы берут у индусов у китайцев и это чё у индусов ковры мы украли на и дома строить подземные бля 6 вообще ворон вор на воре и вором погоняет кошмар какой ужас 48 42 кста 42 братуха это круговорот спи не кого круга круговорот круговорот ты не можешь придумать новый цвет придумай новый цвет не можешь как ну и так вот покряхтеть может можно придумать какой-нибудь свет но мне кажется это невозможно чисто вот так знаете пофантазировать реально ли придумать новый цвет короче невозможно потому что у нас есть с вами палитра как фотошопе поняли она там вот так квадратиком нарисована там уже любой цвет есть цвет то основных цвета то сколько получается черный белый синий зеленый красный это 5 получается кто там это колористы тут какие там основные база цветов это красный синий зеленый по моему rgb 3 цвета red green blue все три цвета основных которые ты мешаешь между собой получаешь разные другие цвета ну и белый как-то белый ты получишь смешав эти цвета никакой чани 89 пишут они же вообще не выкупают блять про что я сейчас говорю они пишут 89 блять потому что что блять даже они выкупают они глупые люди белые есть все эти три цвета не может быть если я намешаю зеленый красный и голубой одновременно получится белый никак он не получится получится черный если все это намешаю это да а как белый это получить блять я понял белый это не цвет это отсутствие света чисто технически его не существует темнота что такое темнота темнота это отсутствие света понимаете то есть ну как таковой вот светло темно но это не подходит понимаете о чем я потому что свет либо есть либо его нет для философия происходит сейчас главное чтобы никто не оскорбился так белый цвет пролетает через какой-то треугольник это ротор кстати роторный двигатель работает на треугольниках так вот так пролетает получается красный какого что я должен из этого понять призма ну да по такому же эффекту работает дождик и с этого получается радуга ладно иван золо умный нет иван золо глупый а и глупее и те люди которые к нему на концерт ходили вот это вообще отдельная тема для разговора но это неважно я так чисто разгоняют про цвет мне похуй такая знакомая риторика в очередной распитав как губка умных изречений от приматов виде своих друзей он начинает срать ими пытаясь заткнуть любую дырку в бочке из неудобных ему вопросов вот только вопросов касательно твоего творчества слишком много чтобы глушить их одной и той же отмазкой да ебать мне уже начинает казаться что челлендж настолько ультимативное слово что можно оправдать вообще что угодно зачем ты же мышь крутилку зачем зачем мистер андерс ну это наверно тот же самый ответ будет челленджа да что ты его убил тот же самый ответ будет челленджа челленджа любишь ну на держи еще один пожуй говна вот бывает у вас проснулись вы такие вам ну максимально впадлу что-то делать тело не двигается мозг не включается а желание жить в списке потребностей стоит где-то на уровне желания сыграть в доту после лустрика из десяти игр вот и слава теряя сознание от осознания что на отдых времени нет работать надо решил в один прекрасный день скалтурить больше обычного и нарушить свой кодекс курить меньше надо чтоб кирьешка стояла спасибо большое за совет братской чести беспринципность пошла намного дальше таланта славы и почему-то забугорных творцов ему стало мало как ты относишься к тому что слова booster заимствует твои идеи он довольно таки давно этим занимается даже даже поп со своего первого видоса с машиной когда он делал обзор я просто уведу отчет моцарта был сальери а у люфислава два близких дружка которые чуть ли не в десна долбились вынуждены были прекратить свои половые отношения за жестокой несправедливости и творческой импотенции и уже оказывается что пиздить можно вообще откуда угодно из-за бугра у друзей доход чел ну вот окей но ты вот такой говоришь пиздить можно откуда угодно я долго смотрел я думал бля посыл 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 где вот ну не с целью тебя басать я сейчас скажу нет мне нет такой цели но можно же типа реально фриков каких-то разбирать которых несут блять слава у тебя берет ты берешь блять старый видос где он говорит одно через три года выходит новое интервью где он считает по-другому и ты это выворачиваешь так как будто он блять так считает но переобулся чел это называется взросление не думаешь что я сейчас сижу заступаюсь блять но просто жижа какая-то нахуя ты берешь свежее интервью и сравниваешь ее со старыми словами где он только карьеру начинал блять ну типа смысл какой в этом блять от того как у тебя через три года сменится мнение блять или два мне два мнения блять меньше вот это уже переобувочный блять или через два года или через год какие-то факторы влияют на тебя на то что ты меняешь свои свое мнение на что-либо я считал что моя женщина должна быть только детственница это даже был какой-то принцип одновременно но это было и мнение я чуть-чуть стал взрослее через год понял что мне это не надо в принципе что это шиза какая-то значит ли это что я переобулся для многих да наверное они скажут бля переобулся а я скажу нет повзрослел и сменил точку зрения блять что это типа бред какой-то то же самое и здесь ты старые видосы сравниваешь с новыми это первый момент второй момент вот я жду разъебу там или не разъебу как бля вот по факту базара ноль и свеженького цепляешь там вот тут-то блять противоречие тыры-пыры базара ноль как было например зубаревым есть один момент где он говорит все может купиться потом такой говорит но есть край когда получается не все может купиться вот это вот дает по факту я не могу осудить за то что кто-то пиздит все пиздят к сожалению даже ты нахуй этот формат тоже спиздил ничего своего не придумаешь ты блять батье в заначку залезь если потом открыто признаешь никто тебя не осудит какой тебя любимый блогер я вот не смотрю ничего из роликов западные наверное чтобы спиздить идею ну да ведь признание равно оправда ну ворует и чё дальше он же это признает а я совсем забыл у нас же заявку с повинной оправдательный приговор выносит блины нахуй и ты какая-то но наверное я не знаю я взял у него историю или он говорит в рамках контекста того что он у друзей контент пиздит прям один в один тогда это будет наверное работать то есть ладно бы у кого-то спиздил но вот например допустим спиздил у илюхи илюх такой бля он у меня спиздил видос ну окей тогда может быть это и будет иметь право какой-то вступлением типа ролика он типа где ну для представления участников под музыку он сказал что я у нее спиздил и после как бы но он так это все подалбали что я у него типа кажутся ролик и за хуйю написал ты полностью украл наши идеи успокойтесь я ролики также как и все русскоязычные ютуберы это уже запада хотя и сам эксайл особо творческими талантами не блещет если честно это моя старая плитка фистаблс это первый пробуешь попробовал я шоколадку очень как это честно вот все там сидят что вау классно были какая-то хуйта и кто-нибудь ел киндер сюрприз когда-нибудь а кто-нибудь ел блять киндер сюрприз но russian adaptation простоквашина вот представьте теперь что вместо киндер сюрпризов и покушали блять простоквашина шоколад вот этот шоколад блять по мне самый лучший шоколад у киндера всегда будет и был самый нежный самый вкусный самый молочный ну я в жизни не пробовал вкуснее шоколада реально а вот киндер буэно с вафелькой это вообще маст хэв сейчас же как ты либо русский мистер бис либо и и российский мистер бист михаил литвинака русский мистер без я буду 24 часа мистером бестом никакой индивидуальности из миллионов жанров и рубля буду 24 часа гей они выбирают только одно слизывание только за оригиналом но и доедая друг за другом но почему то есть на калькуляторе немножко ты делаешь контент деньги это не самая главная мотивация которую я хочу получать контента так цифры ладно из русского шоколада бабаевский реально неплохо да вот это прям хорошо сказал да 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 все измеряется в цифрах и деньгах караул я как будто на блядском рынке оказался пока вы надрывай жопу и подрывай свои здоровья и нервы стараясь над созданием очередного рисунка трека или видосов попытки доказать себе и меру что вы чего-то стоите вам есть что сказать слава ему подобные для которых творчество это просто ошибка из 9 букв слове бизнес просто платит за все готовые воруют уже сделанные наслаждаясь от финального результата ты согласен что для российского рынка многие песни звучат вторично ну например тот же джек вас чёрный джек вас и трек написанный в рамках роли 103 как будто нам тесно быть вместе мои мозги гибрят из натуре ты говоришь здесь убеда и кей гараж флоу ты тоже он обычно у всех такой флоу не день кажется то что вот если ты сейчас любого человека назовешь эти скажу как у него как у кого тише ребят давайте не смейтесь да потому что я вас сейчас притяну за переобувку и блять когда я вам показал у и моргенштерна вчера или когда его там показал все сказали бро но это другое музыка она такая можно в немножко позаимствовать типа мне там на реакции на типа написали а тут что-то блять вообще бустер такой ты сос да 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 моргенштерн блять про любовь там напередел слезал начало у гориллаз это значит но это другое а вот бустер слезал не вот это реально гандон хаски я не знаю я не слушал хаски никогда айтел например у него классная музыка да на самом деле ты попросил меня назови любой еще любой давай friendly так и так касается любого его творчество которому прикасается это позорное обмылок для него нонсенс что звучание музыки может быть индивидуальным для него сама мысль о том что контент может быть не пижиным звучит как бред сумасшедшего вору и копирует блять какой-то мужик ссори блять что ты прям вообще что-то мне не заходит от видос я уже просто пояснил мне что-то вообще неинтересно смотреть дальше норм точно но просто это вода но я понял да что он спиздил но на этом можно и закончить принципе перейти к следующему тэйку вдохновляйся главное не старайся ведь стараться нахуй надо от рычок подпиженный флоу зачитать с кайфом славе нужен отдых и он я считаю заслужил этот отдых на 158 день зимы холодным майским утром как гром среди ясного неба и батя вернувшись из батончиком белого после 20 лет отсутствия да я не дэфую славу все это понятно ну то есть короче как вам сказать вот когда рындач выпускает видос я сижу такой думаю блогер обосрался блять ну то есть я даже не слежу за ними за славой я все знаю вообще типа что там вот тут позаимствовал там блять но типа подспиздил ну и чё дальше ничего нового я не увидел то есть поэтому из-за того что он говорит одно и то же что мы все знаем абсолютно каждый зритель твича знает всем хуй ну в рамках этого смотрится ну типа ну скучно короче я больше жду от него какого-то вот от этого типа у него подачи то вроде норм но просто он 20 минут одной тоже говорит я понял что он спиздил контент я понял все но в принципе мне хватит минуты чтобы это понять 20 минут видос идет зачем и вот ты вот сколько прошло минуты три наверно прошло и ты все говоришь про то что он блять спиздил ну да спиздил мы поняли мир обрушилась страшная новость я рекламировал казино аху есть за все время существования человечества начиная с его эволюции от приматов заканчивая приматами по умнее такого прецедента еще не случалось один из ведущих стримеров этой твичовской пиздобратье отказался рекламировать казино иконы киберспорта атлант на плечах которого зиждется последние остатки российской просцены твоя мама и весь качественный контент интернета любит не только свп миду пофидеть но и в казик на жизнь поиграть и заметьте именно поиграть и не порекламировать ну как бы я рекламы не занимался поэтому как бы я такой значит ну ладно а ну то есть типа там попробуйте докажите я реально не занимался просто играл ладно пора заканчивать этот фарс спиздев уже десятый раз на десятой минуте это слизь в виде человека голосом предрасполагающим к жалости будет рассказывать вам о том что никакой казик он не рекламировал а стримил казино ты почти каждый день на мне вообще нет ты чё а как часто ну к стимов 40 и за все время сделал они не платили вообще ничего не платили говоришь но забейте двадцатку мне и регистрируйте все по моей рефералочки она закрепить телеграммы в описании моего твича прям первый баннер и вводите промокод booster и обязательно в никнейм главное вводите мм в конце как будете регистрироваться чтобы в следующий раз ко мне занесет я буду обрабатывать бабки сегодня логика не выйдет она наказана казино не рекламирую но промокодик со своим именем по реферальной ссылочке оставлю слава волнуйся самых страждущих и несчастных решил ну вот это вот а вот это вот это тейк по факту кстати вот из сей воды ты это самый конец оставил реально ой ну я понял что видос то блять ну не нейросеть очевидно какова вероятность что он просто рефералку пушат ну я такой тоже наивный конечно да хуй его знает кстати лантерских началах помочь начинающей платформе в развитии за бесплатно естественно тебе писали когда-нибудь люди которые стали лудоманами слушай да ну на стримах донатили ну как донатили они может не от меня стали лудоманы просто типа взял денег в долг ой бля короче мне сколько всяких фриков пишет это просто свон риш я думаю подтвердит или там типов бля я в инсту захожу мне чел пишет помоги я микрокредиты взял меня теперь ищет и я уехал и ахуенно бро я говорю у нас тут люди о помощи ходить блять не могут условно просят я теперь только с фондами сотрудничаю с чего помоги я блять микрокредита взял чай пойдем соберем тебя на микрокредит нет я не помог я сказал нет тяжело skype жку что я играл на стримах то есть я никогда не призывал играть но я считаюсь за айтишника дан казино и так далее я прям уверен самым тяжелым жизни слова всегда было отвечать за слова униженной жизнью перелюбленный матерью и брошенный отцом он имеет совести хвост и в гриву никого я никогда не призывал охуенная история слов расскажи еще подписывайтесь на телегу бурмал дэнкана и свой никнейм комментарии условия максимально простые смотрите вы должны зарегаться по моей реферальной ссылке и в свой никнейм в конце написать две буквы м и потом еще ввести промокод booster и по нему будет 10 процентов кэшбэка с ваших ой бля я как долго нахуй в пизду это что-то надо в воде бля мне было бы лень вот он чат говорит это надо на ревку стопы эти зайти в telegram открыть какую-то ревку там еще регистрироваться какие-то буквы дописать это как нахуй надо мне блять это вообще просто падлу было бы ему хочется булочку да не рекламил получается маком и тебя раком всего да побольше денег заработать и чистеньким остаться ведь истина 1 пизде на ебовый с камень главное не забывай что чисто репутация прежде всего а значит все следы своих грязных делишек нужно подчищать о чем это я говорю мне вообще никак не было стыдно я не знаю что за я может болен чем-то что действительно интересно это когда я готовился к этому обзору и собирал инфу а потом спустя несколько дней когда приступил к написанию сценария с ебальником полным удивлений чистейшего ахуя обнаружил что практически все пруфы с твоими стримами где ты призываешь играть в казе по твоим реферал очкам были практически полностью потерпе ты чё там думал почистишь историю браузера и никто не вспомнит твои мелких шалостях ну тут а кому плавал youtube территория моя значит и трахать у кистишь тихо здесь буду я ведь причина такого поступка намного интереснее чем просто жалкая попытка обелить свою репутацию это будут смотреть и мы это ставим сделала ты что хочешь чтобы люди видели как слова меня клавиатуры липкая блёд не могу стоп нажимать у меня клавиатуры липкой он прилипает дурачка я просто играл в казино мне статьи за то что ты играешь казино за игру в казино статьи нет за рекламу очень даже жить же в россии намного лучше когда твои окна не заколочена решетка и а шконка не прикручена к полу и вот ты думаешь что хуже уже не будет а я отвечу еще как может еще будет иначе я как бы может был боев тут скажут у меня какие ценности есть то есть и то что чувачки вытворяет вообще я все понимаю раньше трава была зеленее дешевле а подписчики моложе и глупее ну как можно на таком серьезном ебальнике после того как ты наёбывал своих огусков рассказывать про какие-то ценности три года назад например на рекламе ну называется там накидали бляма помимо того что бля я них не понимать что он говорит он еще сука вырезал все чё на деньги и но была накрутка тебе за это стыдно или как равносильно также какой-то ответ как из казино а я я не помню бля чтобы это это просмотрел по ходу я нормальный читас вышел потратился просто его мать и взял денег круто здорово она до школьников мать и взял денег потратил семья а звук взял тысячу держите теорию точно я помню вспомнил аплодисменты этому герою жалкая челядь прямиком из мордора посмела предъявить своему господину за скам а тот с барского плеча отсыпал ей немного крошек ну да бабками же проще решить вопрос чем просто не рекламировать хуйню которая является очевидным скамом вот только подобное решение проблем как всегда с твоими удивительными сказками нихуя не совпадает брата мне просто не нравится сама концепция типа чё-то за за деньги делать какая ты дура тупо пиздит он так славно словно у слова аллергии на здравый смысл скорее планета блять остановится чем эта юродивая тварь начнет соответствовать тому что он про себя говорит любишь ли ты своих подписчиков до ебаный лицемер ассоциировалась киберспортом по итогу при упоминании бустера в голове возникает только одно слово наебалово и в один момент я думал что ниже падать уже некуда что твичовской элиты да не я сказал что они за какие бабки казино не возьму нахуя мне во первых оно незаконно во вторых ну это прям откровенный скам в третьих что еще в третьих в третьих еще не придумал что мне похуй ненавижу казино блять да ну нет ну вы слышите что я говорю но не хочу я брать но вы мне хоть ну сто миллионов предложено не возьму я да хоть на кике хоть я не знаю возле кремля поиграть я не пойду я не возьму блять и может выглядеть еще более жалко боже мой как же я ошибался в рот возьму бесплатно а это нет ведь 20 лет в жизни ппц остался один была девушка и лучший друг только с ними общался расстался с девушкой ушел друг в час день не знаю что делать остался один каждый день каком-то тильты это что с моего стрима блять донат смотрим не стоит вываливать на мало знакомого человека все свои чаяния и переживания оставьте это для похода к психологу ну или для доната на стриме разбуди стримера посреди ночи он расскажет тебе о том как надо жить вот вот тут вот тут базар вот я знает как так получилось но почему-то все берут примеры и спрашивают у стримеров вот вот у меня такая херня есть и вот что мне делать там от меня девушку что я учете делать вот и каким-то магическим образом я превратился в типа который советы блять раздает хотя я не хочу их раздавать вообще терпеть не могу серьезно я ну я еблан 26-летняя клоун алло а чё я могу умного сказать ничего поэтому пожалуйста если вдруг вы это слышите или смотрите в перезаливе не надо мне приходить и такие вот как мне поступить я вот мне в одиннадцатый или в десятый пойти или или вернее после девятого да не ебу я я тоже сидел я думаю в одиннадцатый мне идти до конца учиться или после девятого ну не ебу зачем меня спрашивать донатите сюда наши бабки есть значит идите задонатите психологу все вам там расскажут кто конкретно где соснул хуйца блять любую твою проблему он тебе советом поможет и рак вылечит ты только не прекращай слать денег и порой абсурдности этой хуйни доходит до каких-то блять фантас мы они фанаты твоим важным мнением твой как кумир бы но ты понимаешь что уй я могу насоветовать а чел потом будет всю жизнь жалеть у я мне это надо живи жизнь так как хочется тебе выбирать сам гореческих значений не сотвори кумира до полу консультации да было два года назад по моему два или чуть меньше двух я да действительно проводил трансляции и действительно да я начал в какой-то момент брать людей на личные консультации так а мы в какой момент начали фрэнтеймера хуй сость для меня это был потерял моментик один операторы подпёздыш который профессионально разве что горизонт умеет заваливать и пересосавшие половину медийных уёв так стоп во первых профессионально горизонт заваливать умею только я он даже сейчас блять завален если чё если видно он блять наискосок вот так интернета возомнил себя психологом для самых неимущих и начал ебашить свои профессиональные консультации неотложной психологической помощи за 20к деревянных у меня были консультации у меня было 7 человек консультации стоили 20 тоже не имеет смысла потому что он уже за эту сказал что бля был косяк так больше не делаю все на этом заканчивается тейк ты тысяч рублей вот заказик притянул есть вот бустер имеется ввиду они 30 первый пиздёж маргинштерна 20 тысяч рублей не болейте раком болейте стоя с вас 20 тысяч и всего хорошего а я пока побежал и дальше мир спасать современный твитч от рассадника маркобесов уже не отличить здесь каждый первый как под копирку мен так вот кстати а если у него еще и есть диплом что он психолог тогда с чего вообще спрос а у него нет да ладно просто тот чат написал есть я поэтому подумал тогда надо ему получить диплом психолога и вообще никто не доебется никогда в жизни центрским тоном и съеблом полным вселенской важности будет цепать жизненными советами направо и налево чтобы получить лояльность от очередного бедолаги а потом пользуюсь доверием скармливать им же в промышленных масштабах килотонны скама продавая придавая не только себя но и своих преданных как собачки зрители такие но вы меня конечно извините вот и автор может пиздеть чего угодно я например не возьму на себя ответственность вот мне не нравится советы раздавать фрейм теймер мне кажется со стороны я очень много стримов видел вполне я на нейтрально высказывается мне очень нравится и что способствует человеку успокаиваться человек я сидел там часа два мог сидеть типа он там фоном что-то бубнит у него там музыка вот это знаете тихая такая спокойная лоу фай какой-нибудь играет сзади что-то видос какой-то так это рейд дал и сижу делами своим занимаюсь не знаю короче для меня он как бы больше имеет мнение нежели я потому что я в этом не шарю ни в чем и бездари как александр зубарев алексей губанов и вячеслав леонтьев и сотни им подобных ран тут я есть внимание поменьше так вижу тут илюшка мазелов так макривский это у нас еще один алексей тут кореш парадеич лакомоле строго а я где меня нет а чип что сделал знает слышь и снизу под бустером да где может мне сказать под бустером у меня нет так и продолжат оставаться самыми продажными стримерами а